день наконец-то мы прибыли на воду давненько не были с того года уже дней 15 как на воде сегодня 10 января и мы выбрали денечек более-менее теплый сегодня где-то минус 5 минус 6 наверное и приехали оттестировать два готовых комплекта это solar 555 супер джет с mercury 80 jet 115 лошадиных сил и рип очередной рип solar 470 супер джет с mercury 50 им на водометной насадки поэтому сейчас поедем на воду прокатимся потестируем посмотрим как лодки идут и заодно вкратце расскажем про эти комплекса что в них интересного сам по себе формат вот этой лодки интересен 555 solar super jet это удлиненная версия 520 супер джета лодка нами собирается такая не первая уже очень хорошо они идут за счет длины нам ход очень понравился не быть занимать заниматься ход нам очень понравился сейчас у нас проекте еще один solar 600 также удлиненная версия 600 solar 150 мотор mercury на водометной насадки там будет стоять консоль очень интересная также электроусилитель про тот проект мы будем не раз рассказывать потому что он у нас будет очень интересный именно тестовый прогреваем моторы получается у нас значит здесь еще 80 джет мы его предварительно обкатали я вставлю фрагменты где мы обкатывали его как обкатывали часто спрашивают как мы обкатываем в условиях сервиса двигатели вот я покажу часто нас спрашивают как мы запускаем моторы как происходит первичная обкатка особенно зимой но кроме емкости которую я покажу попозже у нас есть специальный переходник и и есть то есть специальные уши для винтовых редукторов есть специальный переходник даже для водометных насадок мы их можем моторы запускать и обкатывать первично прям установленные на лодке без всяких каких-то там подкатных емкостей сейчас я покажу вот мотор работает охлаждение как видите подается охлаждение с контрольки бежит прохладная мотор молотит периодически мы подкидываем оборотов вот он стоит у нас так под контролем сотрудников он стоит у нас так и молотит постоянно часто покажу с той стороны как у нас выглядит именно переходник потому что этот переходник мы придумали сами сделали несколько перепад переходников под разные насадки есть там метрическая резьба есть дюймовая резьба и вот такие переходники мы используем своей работе вот он скручивается специальное отверстие у кассажа еще давай газоник это все выходит это все выгла полетает охлаждать охлаждение вот так мы обкатываем моторы по регламенту как прописано в паспорте сервис мануале и после этого выезжаем на воду и дальше этот мотор у нас 50 mercury м причем у него видите стартер ручной и он был переделан под дистанцию мотор клиентский поэтому он уже обкатан сейчас мы просто его прогреем и поедем пока греемся пару слов вот по рибу пока расскажу кто не знает еще риб плоскодонный водометный риб салар днище и вот этот кокпит гондола как я ее называю выполнена из пнд материалов из листов листы используются раз разной толщины в какой комплектации он идет завода то есть идет он завода пластиковое дно плоскодонная носовой рундук с лючком идет сразу кормовой рундук с люком идет сразу туда мы устанавливаем всегда бензобак и аккумулятор фальшборта он идет сразу брони бал баллоны идут сразу бронированное полиуретаном возможно что то я еще забыл вот такой комплектации он идет завода то есть если пересчитать на обычную лодку нд нд и добавить туда все эти опции рундуки добавить полы жесткие бронирование всего днища добавить то цена становится соизмеримой конечно не полностью в один в один но риб чуть-чуть подороже но цена соизмерима таких либо в продали мы уже несколько штук отзывы хорошие положительные можно сказать что либо именно водометные плоскодонные от салара нашли своих заказчиков у нас сейчас производстве находится еще два таких же похожих комплекса по комплекту пока мы сняли здесь дуги тента дуги тента здесь будут такие же складывающиеся на таргу у нас был обзор риба одного из первых как раз там были был вот нами придуман и реализован такой способ укладки тента когда сложенный тент висит на тарге и все дуги к нему туда также прислонены очень удобно не занимает здесь никакого места поэтому мы сейчас на рибы чаще всего тенты делаем именно так стоит здесь уже электроусилитель в нашей консоли когда мы ставим электроусилитель в консоль мы всегда его делаем третью опору так как конструкция достаточно массивная и поэтому приходится делать дополнительную опору для максимальной жесткости тарга наша с корзинами сверху накладочки мягенькие вот эта накладка это является опцией от завода solar для тестирования сняли просто вот такие рундуки с той лодки вот как раз один из моментов применения для чего эти накладочки делаются что можно костру принести куда-то там на берег выйти сесть так как у нас здесь заказчикам не предусмотрены сидушки он будет сам делать тут много что он будет еще сам доделать поэтому мы взяли соседние лодки просто поставили и сейчас поедем саша купил у нас хитрый телефон у него теперь получается экран в экране есть такая функция держать удобно вот интересно улетит у него телефон или нет вот полная перекладка очень легко конечно вот вот 0 7 оборота 2 очень резкая перекладка даже с учетом того что даже с учетом того что сейчас минусовая температура смазка в трассу везде подстывается поэтому если бы сейчас было без если это учителя было бы вообще не проверку мы уже заметили что на минусовых температурах потуже крутится а так классно а а а а а а а а и стоят по берегам рыбачат хорошо все таки у нас сибири реки не замерзают в этом году вообще удивительный какой-то вот зима уже у нас получается 10 января до сих пор температуры то немножко подморозит потом то нулевые то минус пять то плюс один поэтому хорошая зима так вкратце хотел рассказать что я еще тут забыл рассказать в принципе большинство я уже рассказал на берегу ну это вот наши корзины с накладочками как я говорил сейчас откроем рундук получается рундук бензобак аккумулятор помпу мы не стали ставить так как заказчик сказал он будет ставить сам но помпа в этих лодках обязательно потому что одно жесткое возможно вода будет захлестываться будет здесь собираться и сюда надо устанавливать помпу автоматическую ну как на любом жестком корпусе так вот у нас смонтировано все ничего тут сложного нету шайба ой гайка про которую я говорил чтобы не было люфта мы ее прямо сейчас везде ставим для того чтобы ноги чтобы на любом рулевом управлении не гидравлическом на тросовом с редуктором чтобы уменьшить люфт почти до нуля везде ставим эти гайки и всем рекомендуем очень помогает носовой рундук также заводской надо иметь ввиду что он получается сделан полностью до днища то есть вот это уже у нас киль идет и когда вода будет там немножко плюхаться по днищу возле помпы то есть она будет гулять полностью по всему килью если сюда положить какие-то сухие вещи да то вполне возможно что они намокнут так как вода будет кататься туда-сюда вот это надо учитывать рундуки сделаны из фанеры дальше ну типовая уже наша консоль с электроусилителем что здесь стоит термический предохранитель тепловой срабатывает случае чего но у нас ни разу не было чтобы он сработал но на любом устройстве в лодке он должен стоять поэтому мы их ставим везде это включение выключения электроусилителя для того чтобы на ходу убывать как мы его называем автопилот чтобы отпустить руль выключаем электроусилитель или руль становится ухты очень прям он работает но он становится очень тугим многие спрашивают что произойдет если crops и летели вдруг там на ходу маля слою энергии окончится или он откажет нам или еще что-то произойдет руль станет обычным рулем как на обычном редукторе то есть ротка и лодка также будут управляться единственно что будет туго управляться перекладка тоже 07 останется поэтому включаем сейчас какой-то буквально три секунды он тугой и потом вот все начало работать ответить очень комфортно конечно после электроусилителя за другие штурвалы не хочется и браться машинка была нами сделана то есть так как мотор изначально был румпельный мы переделывали управление все переделали кроме кроме стартера стартер остался у нас ручным поставили вот кочергу трос завели все это сделали поставили марш и машинку оборудовали все здесь есть зажигание чека все работает носовой тент тут обычная дуга стоит лодка изнутри также вот это вот бронировка это мы уже бронировали для того чтобы вещи не терли часто вот мы сейчас практически каждую вторую лодку мы вот так бронируем а то и чаще люди оценили уже пользователей что это намного удобней здесь ничего черным там не нашоркивается не мажется лодка всегда смотрится аккуратно поэтому вот она по бортам забронирована ну наверное все по этой лодочке также вот это мы наклеили потопчины серые серые потопчины они конечно получше они не такие марки наклеили защиту ну ну и ну и и и и и и и и и Вторая лодка Это лед Вот еще ледина Вторая лодка Пятьсот пятьдесят пятая Конечно после Риба Мы находимся на корабле Можно сказать По ощущениям Ну ладно что Пробуем Звук совсем другой Красота Вот только стартанулу Прям Одни вопли Как это Вопли радости Мотор Тяговитый Работает тихо Лодка за счет длины Конечно она идет совсем по-другому Она Прям моментально выходит на глиссер И Можно сказать летит Еще и оборотов-то не давали Мне прям очень нравится Ну все под свои задачи Так же здесь электрофильм не стоит Вау И на борту не страшно сидеть А? Ну а шкую маленько Не то страшно 115-й мотор Перекладка на всем Я уже на всей скорости так не кручу Все-таки зима Перекладка на всем Лодка идет Вот я уже Какой проект Замечаю Что Вот длина 550-600 Они намного идут Комфортнее И ровнее Чем 520 То есть вот эти лодки Мне кажется Для этих моторов Они более оптимальны Мы прям Когда первую Такую лодку испытывали Даже удивились К ходу лодки Эта лодка идет Тоже отлично Все нам понравилось Мотор висит Настроен правильно Пока пробежимся Вкратце По лодке Итак По комплектации Комплектация у нас Каждой лодки Индивидуально И вот в данном случае Тоже видно Что тут все сделано По другому Большинство решений Начнем с рундука Рундук Рундук здесь хитрый В чем его хитрость Рундук съемный Рундук съемный И в рундуке Реализован стол То есть сняв рундук Можно вынести его на берег Разложить ножки И у вас получается Вот такой Просторнейший стол Ставим рядом Два бокса С сидушками И мы получаем Киппинговое место Рундук снимается Очень легко Но мы это покажем На берегу Чтобы тут уже На воде не скакать Бензобак стоит Стоит аккумулятор Масса Так как тут используется Два бензобака Стоит наше типовое решение Это Электронное переключение Бензобаков Закрываем пока Мотор Меркури стоит 80G 115 лошадиных сил Многие вот Часто очень спрашивают По поводу мощности моторов Мощность моторов С заводов идет Указывается Она указывается Именно На движителе То есть на струе И поэтому Этот мотор По паспорту Он 80 лошадиных сил Соответственно Этот мотор Можно вешать На лодке У которых Разрешенная Максимальная мощность 80 лошадиных сил Хотя у него Голова 115 лошадиных сил Если же мы возьмем Любой другой мотор Который с завода Идет винтовым В винтовом исполнении И у него По паспорту Будет 115 лошадиных сил И мы также На него повешаем Водометную насадку И у нас По факту Получится Что мощность На струе Те же 80 лошадиных сил Но мы Эту лодку Уже не сможем Зарегистрировать Так как ГИМС Они смотрят Только документы Ну и правильно делают Берется документы На мотор Написано 115 лошадиных сил Значит 115 лошадиных сил Допустим Если лодка Там достала Лошадиных сил Или до 80 Регистрация Запрещена И эксплуатация Запрещена Вот такое Небольшое Отступление Дальше Дальше Корзины Здесь Тарги Нету Заказчик Таргу Не захотел Делать Попросил Вот такие Двойные Корзины Один Отсек Для бензобака Для бачков Для канистр Второй Для Для боксов Специально Сделали Такое Разделение Для того Чтобы Канистра И бокс Не шоркались Друг об друга Иначе Они будут Ручками Будут шоркаться По канистре И со временем Протрет Внутри Также Все забронировано Под раму Наша Типовая Полурама Силовая Она прошла Уже много Испытаний Кстати Нам Последнее Время Периодически Поступают Рамы Поломанные Других Производителей Почему Поломанные Потому что При производстве Экономится На конструкции На металле Меньше Этих Перемычек Вот здесь Узлы Неправильно Сделаны И мы Имеем Вот здесь Все Поломанное Приходится Это все Ремонтировать Вот Наше Такое Решение Прошло Уже Огонь и Воду Пока Нареканий Мы не слышали Не знаю Может где-то Что-то Кто-то Когда-нибудь И скажет Пока же Все это У нас Идеально Работает Дальше Дальше Усиление Также Тут стоит Двойное И рама Усилена Второй Бензобак Здесь Находится Второй Бензобак Подожди Второй Бензобак Все Ну Типовой Бензобак Топливопровод Развоздушка Датчик Развоздушка Уходит у нас За корму Всегда На всех Наших решениях Вот у нас Получается Прибор Уровня Бензина И вот Клавиша Бензобака Переключая Эту клавишу Мы переключаем Как Бензобак Так и Прибор То есть Видите Во втором Бензобак И пусто Вот То есть Получается Передний Бензобак Задний Бензобак Ну Чтобы было Удобно Это Также У нас Для Электроусилителя Лебедка Стоит И типовой Тахометр Для мотора Меркури Лебедка Установлена Там Одна клавиша Управления Здесь Вторая клавиша Управления Тент Это мышь Или Такой вот Тент Со стеклом Хотя Не знаю Для чего Это стекло Нужно Ты не знаешь Для чего Это стекло Нужно Не знаю Я вот На своей лодке Никогда его Не заказываю Потому что А для чего Только Только Усложняется Конструкция И Оно Быстрее Приходит В негодность В отличие От Скани Со временем Станет Мятая Матовая Ну Заказали Заказали Это идет У нас Электрика Для лебедки Идет Так Ну тут Две дуги Сделано Дуги Пристегиваются Борта Забронированы Наверное Все я уже Рассказал Поэтому Что Движемся Мы На берег И еще Мы наверное В сервисе Покажем Как разбирается Стол Да Покажем И все Ну все Вот Посмотрите На водичку Зимними Темными Днями Вечерами Это Сашин Проект Вот он Его Тестирует При любом Тримировании Никаких Брызг Потому Что Стоит Брызгатой Перебрался Я сюда Посмотреть Как у нас Работает Брызгатой Давай Саша Ага Полностью Сухо При любом Тримировании Вода Не летит Туда Брызги Не летят Брызгатой 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 Появляются Брызгатой 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 Килограмм Висит Это Ты про меня Что Это Я про Двигатель Висит Ну и мы Еще На корме С бензобаком Да Еще и Сергей Еще Килограмм 90 Бензобак Сколько А этот Пустой Бензобак У нас Бензин Вот Здесь Ну вот Да Получается Вот такая Загрузка Два Человека Бензина Там Немного И вот На таких Оборотах Выходит На Глиссер Само Что Выходит И Прямо Найдет Хорошо Без Какой Либо Просадки Кормы Это Очень Нам Нравится Мы Сейчас Еще С берега Поснимаю Ну все Давай Потихонечку Двигаться Началось Двигаться Двигаться Вкратце По прицепу Пока Еще Типовая Наша Переделка Прицепа Используется Максимум Родных Деталей От прицепа Вот эти Опоры Используются Родные Как можно Ниже Ложементы Занижаются Крылья Стоят Наши Мощные Ворота Наши Стоят Стоит Опора Винт Водомет Регулируемая Очень удобная И она Опускается И поднимается Без всяких Каких-то Ключей И Кручения Гаек Дальше Ну Ложементы На которые Я сказал Центральная Потопчина Также Стоит Мощная И Носовой Упор Вот Все Так вот Это все Выглядит Минимально Низко Минимально Все Просто Крепко Сделано Без Каких-либо Дополнительных Элементов Такое Решение Уже Прошло Огонь И воду И Крым И Рым Как говорится Просто Надежно Крепко Мы Уже Свои лодки По таким Кочкам Катали На этих Рецепах Что Я Просто В них Теперь Супер Уверен Пару слов Еще Про этот Проект Он Метнул У нас В одном Из Обзоров И Начали Спрашивать Солар 600 Такая Консоль Интересная Будет Полноценная Консоль Со стеклением Со стеклянным С дворниками С усилителями Как обычно Мотор Меркури 150 На водометной Насадке Ну Тенты Там Подиумы Тарги Интересный Проект Будет Мы Его Делаем Себе На данном Этапе Сделаем Посмотрим Потестируем Вот Поэтому Про него Будем Периодически Рассказывать По мере Изготовления Заехали В сервис Продолжаем Обзор Снимать Так как Мы хотели Вам рассказать Про Вот Интересный Столик Александр Сейчас Расскажет Про Конструкцию Которую Он Придумал Ну Показывай Как он Снимается Подняли Здесь Существует Два упора Вот Они Как для Транспортировки Так и В разложенном Виде Они роль Играют Вот Здесь Они Получается Держат Трубу Столик Не дают Столику Смещение Бокового Вот А при Сейчас Когда разложим Покажу Так Покажи Как оно Снимается Покрасили Вот Получается На Вилочке Когда Он Туда Сюда Ходит Его Он Не Снимается Но Как только Мы его Поднимаем Вертикально Его Можно Сдернуть Да Да Вот Приехали Мы на Бережок Значит У нас Тут Золотые Пески Пляж Что Мы Делаем Вот 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 Крюк Две Ножки Отстегиваем Фиксаторы Получается Заводим Эти Стойки Сюда Все Стол Такой Свадьбу Гулять Можно И Берем Два Бокса Слушай Ну Шикарный Стол Один Бокс Второй Бокс И Второй И Вот Мы Сойди На Бережочку Садимся О Высота Как раз Слушайте Классно Ничего Наливай Ничего лишнего Чаю Классно И он Как бы Устойчивый Мы специально Как бы Делали Эту Опору Потому Что Он У нас До Этого Был Как бы Гулял Сейчас Классно И там Еще Шплинты Есть Да Шплинты Есть Но Сейчас Ну Сейчас Конечно Не будем Ставить Вот Посиди Сейчас Я покажу Вот Все Это В лодке Все Это Транспортируется И Выполняет Несколько функций Одновременно Очень частый Вопрос Кстати Сколько стоит Именно этот Комплект Или Сколько стоит Именно этот Комплект Дело в том Что мы не Называем цены Потому что Они В данный момент Времени Цена этих Комплектов Она уже Не актуальна За тот Период Времени Пока Человек У нас Оплачивает Лодку Пока Он там Заказывает Мотор Пока Мы Производим Все Вот Эти Работы Изготовления Ждем Каких Сокомплектующих Цены Регулярно Меняются Меняются Цены Меняются Технические Решения Меняются Комплектующие И поэтому Цена данного Комплекта Она То есть Вам ни о чем Не скажет И для того Чтобы действительно Понять За сколько Можно купить Что-то Похожее На этот Комплект Или на этот Комплект С какими-то Возможно Уже Новыми Решениями И с Актуальными Ценами Надо нам Написать На почту У нас Под каждым Видео Есть почта Или Позвонить По телефону И обсудить Все С нашими Менеджерами Вот Именно Поэтому Мы Никогда Не называем Стоимость Конкретных Каких-то Комплектов Продолжение следует